Всем привет! Это Фак и я профессор Пуданс. Сегодня, как и всегда, мы расскажем вам о четырёх новых играх и ответим на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее, мы переходим к делу. Смотрите сегодня! Арма 2! Волгожданный сиквел каркорного военного симулятора. Остров Сохране остался за горизонтом, теперь в центре внимания противостояние России и США. Суперстарс V8 Рейсинг. Единственный симулятор гоночной серии Суперстарс. Но с точки зрения игростроения, проект полностью вторичный. Dawn of Discovery. Типичная немецкая стратегия. Наша с вами задача заботиться о своём народе и вести грамотную политику. Трансформеры. Месть падших. Игра только для ярых фанатов фильма и первой части игры. Остальным этот продукт, скорее всего, не понравится, особенно в сравнении с фильмом. Сиквел тактического симулятора боевых действий Armed Assault, о котором сейчас пойдёт речь, переносит действия игры на территорию СНГ. Посмотрим, насколько удалось разработчикам выполнить все данные обещания по поводу детальной физической модели, внедрению RPG-элементов и Next-Gen графики. В рамках миротворческой операции «Красные урожаи» Америка вводит в Чернорусь свои войска. Игроку отводится роль командира особой группы морских пикатинцев под названием «Рейзор». В какой-то момент они останутся одни на вражеской территории. А в их распоряжение попадает информация, которая может изменить судьбу Черноруссии и даже всего мира. И хотя чехи уверяют, что государство вымышленное, всё и так понятно. Чтобы адекватно передать свой замысел, чехи решили отказаться от сухого набора миссий, связанных лишь теленовостями. В смысле подачи сюжета «Арма-2» ориентируется не на первую часть, а на оригинальный Operation Flashpoint Cold War Crisis. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 512 МБ видеопамяти и 10 ГБ на жёстком диске. «Арма-2» предлагает побывать в измученной политическими конфликтами Черноруссии, где отряд из пяти морпехов сражается с армией сепаратистов. Пейзажи срисованы с чешской сельской местности. В лесах водятся различные представители животного мира. Полезную информацию об австанцах можно получать у чернорусских бабушек, если в группе они убили переводчиком. Когда рядом свистят пули, оружие в руках начинает трястись и становится трудно целиться. Подстреленного товарища можно взвалить на плечи и тащить на себе. Он от фражеского огня неплохо прикрывает. Всю прихотливую ветвящуюся кампанию можно пройти в кооперативном режиме, а в качестве главного развлечения – обещанные прыжки с парашютом на предельных высотах. Наша оценка геймплея – 5 баллов. Движок у сиквела прежний, хотя чеши, конечно, заверяют и полноценные поддержки шейдеров последних версий и двухядерных процессоров. А вот неплохую, но не самую подробную физическую модель, опробованную в первой части, авторы практически не трогают. В целях оптимизации прежде всего. Зато обещания по поводу самой реалистичной баллистики в симуляторах авторы выполнили на все 100%. Наша оценка графического оформления – 4 балла. Что касается звука, то тут разработчики не отошли от концепции полной аутентичности симулятора. То есть работа двигателей, техники, звуки стрельбы и даже лай собак были записаны с реальных аналогов. Наша оценка звукового сопровождения – 5 баллов. Отряд, в общем, не заметил потери бойца. Лишившись прав на бренд Operation Flashpoint, чехи даже не подали виду, а наоборот – взяли за создание достоверных тактически емких симуляторов с утроенной силой. Тут вообще складывается уникальная ситуация. Единственным конкурентом Bohemia Interactive является их собственная игра – сиквел, который сделали в Codemasters. Кто из них лучший – решать только вам. А наша оценка Arma 2 – 5 баллов. Пара слов о Черноруссии. Помимо богатого растительного мира, в игре присутствует бурная фауна. В деревнях можно встретить собак и цыплят, на пастбищах коз и овец, а в лесах – кабанов и зайцев. Так что помимо военных действий, в Arma 2 можно еще и поохотиться. А сейчас наши ответы на ваши вопросы по игре Armed Assault 2. Первый вопрос. Я почти прошел миссию Манхэттен, осталось последнее задание. Найти контрабандиста на Белой Койоте. И никаких указаний, в каком городе или на какой дороге он промышляет. Где же его искать-то? Отвечаем. Ищите его левее горки. Там есть дорога, которая ведет на север Гвозно. Вот по ней и езжайте. По пути вам встретится шайка бандитов. После того, как расстреляете ее, не забудьте обыскать трупы. На одном из них будет наводка на интересующего вас контрабандиста. Следующий вопрос. Как уничтожить главную базу боевиков в тех же краях? Отвечаем. Основная загвоздка зачистки этой базы – танк Т-72, отстреливающийся из пушки и пулемета. Если у вас в инвентаре не оказалось ни одной шайтан трубы, то вспомните о том, что вам говорили на брифинге. Был некий Майк, обещавший в нужное время прийти с арт-поддержкой. Штурм базы боевиков как раз тот случай. В крайнем случае, если вы уже использовали артиллерию, интересующий вас РПГ можно подрезать у чужих грузовиков в поддержке, припаркованных неподалеку. Следующий вопрос. Как грамотно пользоваться функцией обнаружения? И как сообщить товарищам о враге или рекомендовать куда-нибудь переместиться? Отвечаем. Обнаружение идет автоматически. Пользуйтесь биноклем. Чтобы указать юниту цель, выделите его функциональной клавишей, соответствующей его номеру. Указать перемещение точно так же, но после выделения. Просто щелкните мышкой по требуемой позиции. На карте или просто рукой укажите направление. Down of Discovery. Новая немецкая экономическая стратегия от Ubisoft. Предыдущая часть этой серии, известная нам как Энно, по каким-то причинам так и не смогла достучаться до сердец отечественных любителей жанра. Тогда как на родине по популярности с ней могут соперничать разве что сеттлерс. В Down of Discovery нам предстоит высадиться на незнакомый остров с горской колонистов и охапкой ресурсов, построить пару домиков и заняться планомерным развитием будущего великого государства. Добиться этого, впрочем, традиционно будет непросто. Желания и потребности жителей постоянно меняются. А если еще вчера ваши подопечные довольствовались кусочками хлеба, то завтра, вполне вероятно, они не смогут обойтись без черный Крым. За внимание и заботу граждане отблагодарят вас повышением собственной квалификации, что позволит производить еще более дорогие товары и выгодно продавать их в близлежащих странах. Конечно же, придется уделить внимание не только развитию инфраструктуры, но и налаживанию дипломатических отношений. Только от вас зависит, как отнесутся к нежданным соседям коренные племена. Хорошие отношения – залог успешных торговых операций, позволяющих не только избавляться от лишнего, но и получать те ресурсы, которых на вашей территории не наблюдается. Со временем же вы и сами сможете освоить новые технологии, в том числе и с других континентов. Системные требования к игре следующие. Процессы, работающие на частоте 3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 512 МБ видеопамяти. На жестком диске Dawn of Discovery займет 7 ГБ. В Dawn of Discovery ничего кардинально нового мы не встретим. Она играется так же, как и прошлые серии. Но можно отметить наличие арабского поселения. Это добавляет некоторые интересные нюансы. Например, из-за очевидных климатических условий придется делать систему орошения с ухой неплодородной почвой. Что касается боевых действий, то в Dawn of Discovery они примут предельно схематичный вид. Ваши заботы всецелы будут посвящены благополучию своих подопечных. А вооруженные конфликты теперь играют второстепенную роль. Четверка за геймплей. Виртуальный мир игры максимально детализован. Бондарь катит по дороге бочку. Крестьянин пропалывает репу. Дети гоняются с рогатками за сельским дурачком. Чем-то там звенит кузнец. На белевой веревке развиваются свежестиранные панталоны. Развиваются точно по физике и с учетом направления ветра. Причем, чем выше разрешение экрана, тем лучше эффект. Вся эта красота качественной анимации доводит до того, что буквально каждую деталь тут же хочется пощупать руками. Пятерка за внешний вид. Звук в игре также не отстает. Приятные мелодии, детализированные интершумы. Все на высоком уровне. Придраться не к чему. Пятерка за звук. Салам алейкум. Белико в нашу экзотеренную стратегию. Давно в Discovery. Это, в общем-то, типичная немецкая стратегия. У вас есть небольшое поселение с четко прописанными схемами внутренней жизни. И наша с вами задача — заботиться о своем народе и вести грамотную политику. Поклонники первых частей Эна с радостью окунуться в игру. А людям, далеким от экономических стратегий, мы порекомендуем все-таки пройти хотя бы пару уровней для знакомства. Общая оценка игры — 5 баллов. В Down of Discovery все свои успехи можно показать всему миру, не выходя из игры. Скриншоты ваших построек, на строительство которых ушло 3 дня реального времени, можно нажать им буквально одной кнопки опубликовать на сайте Ubisoft. Ну а теперь пришло время наших ответов на ваши вопросы по игре Down of Discovery. Вопрос. Кто-нибудь помогите в первой миссии найти пьяного прораба? Отвечаем. Прораб лежит на дороге рядом с большой стройкой. Следующий вопрос. Подскажите, чтобы перейти в стадию аристократа, обязательно надо собирать меха? Или их можно заменить другим товаром, например, бивнями? Отвечаем. Обязательно собирай то, что у тебя на складе в главном окне ресурсов отображается. Если меха, то их. Если слоновья кость, то ее. Следующий вопрос. Подскажите, как зарабатывать деньги? Уже несколько раз начинал сначала. Все равно, оказываясь в большом минусе, что делать? Отвечаем. Держи количество жителей на пределе возможностей производства. Аналогию устанавливай в желтом секторе. Вот плюс и получится. Смотрите далее. Суперстарс V8 Рейсинг. Единственный симулятор гоночной серии Суперстарс. Но с точки зрения игростворения, проект полностью вторичный. Трансформеры. Месть падших. Игра только для ярок фанатов фильма и первой части игры. Остальным этот продукт, скорее всего, не понравится. Особенно в сравнении с фильмом. Игра только для ярок фанатов фильма и первой части игры. Игра только для ярок фанатов фильма и первой части игры. Остальным этот продукт, скорее всего, не понравится. Особенно в сравнении с фильмом. Суперстарс V8 Рейсинг. Единственный симулятор гоночной серии Суперстарс. Но с точки зрения игростроения, проект полностью вторичный. Трансформеры. Месть падших. Новая игра, вышедшая в поддержку фильма. Как это часто бывает, ничего хорошего ждать не стоит. И сейчас мы постараемся объяснить, почему. Предыстория игры вполне приличная и интересна. Хотя бы потому, что именно ее мы видели в кино. Грандиозная война продолжается. Люди – жалкие муравьи по сравнению с гигантскими смертоносными роботами, пришедшими из далеких звезд. Но так случилось, что странные создания превратили Землю в поле битвы. Однако не все они одинаковы. Автоботы стоят на страже добра и справедливости. И всеми силами пытаются уберечь человечество, оказавшиеся не в состоянии справиться с новой угрозой. А десептиконы готовы по трупам шагать к своей цели, не считаясь ни с кем и ни с чем. Игра «Трансформеры. Месть падших» создана на основе одноименного фильма, который продолжает события оригинальной картины «Трансформеры». Вас снова ждут сражения в разных частях планеты. Выступить можно на любой стороне, сражаясь за автоботов для спасения земной цивилизации или за десептиконов для ее уничтожения. И эта битва будет жаркой. Рекомендуемые системные требования. Двуядерный процессор с частотой 3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 512 МБ видео, а также 8 ГБ на жестком диске. Битва между автоботами и десептиконами действительно жаркая. Но не в игре. Геймплей совершенно обычен для всяких экшенов и шутеров. Но после просмотра фильма хочется ничего-то стандартного, а вполне себе определенного и из ряда вон выходящего. Локации явно слишком маленькие и не впечатляют разнообразием и красотами. Стандартное управление очень плохо рассчитано под клавиатуру, хотя проблем быть не должно, если настроить его самостоятельно. Или воспользоваться геймпадом. Из плюсов стоит отметить чуть доработанное управление автомобилем. Противовес – схудная система рукопашного боя. В общем, ничего экстраординарного и чуть лучше первой части. Так, поделка для фанатов. 3 балла за игровой процесс. Возможно, что отчасти такое впечатление на игровой процесс производит внешний вид игры. Графика вполне приличная, но реальная – это уровень прошлого, если не позапрошлого года. Так должна была выглядеть первая часть. Завершает эту не самую радужную картину скудные видеоролики между миссиями. История обыгранным простым обсуждением заданий между трансформерами в скучных декорациях. Наша оценка внешних данных игры «Трансформера. Месть падших» – 4 балла, но с минусом. Звук. Как многое в этом слое для сердца геймера слилось. И сколь ничтожно звуковое оформление данного проекта. Снова хочется провести аналогию с фильмом. И на этом остановиться. Все понятно без слов. В чем вы сейчас сможете убедиться, прослушав небольшой фрагмент из игры. Наша оценка звучания игры – 3 балла. В прокат выходят новые блокбастеры и новые игровые хиты. Над этими проектами трудятся лучшие умы человечества и просто гений-одиночки. Даже разработчики из Electronic Arts решили выпускать Need for Speed раз в два года ради качества. А проекты на поблище и сопровождение к фильмам и ныне там. Товарищи-разработчики, довольны клепать к распелой плоды вашего древа обогащения. Добавьте креатива и вкусы вашим продуктам. 3 балла сегодня получают «Трансформеры. Месть падших». «Трансформеры. Месть падших» производит унылое впечатление. Игровой процесс очень скромный и похож на набор мини-игр. Никаких вам эпохальных видеороликов и ничего сверхъестественного во внешнем виде. Если вас всё это устраивает, обязательно посмотрите наши ответы на ваши вопросы по прохождению. Первый вопрос. Помогите, пожалуйста, сохранением игры. Я прошёл несколько миссий, а игра показывает, что прогресс 0%. Что делать? Отвечаем. Скорее всего, проблема в символах кириллицы, которые используются в адресе к сохранениям. Вам нужно правильно переместить папку «Мои документы» в другое место, так, чтобы в пути к сохранениям не использовалась кириллица. Например, в Windows XP. Для этого нужно нажать правой кнопкой мыши на папке «Мои документы», выбрать пункт «Переместить» и указать новое место. И немного советов по многопользовательскому режиму. Имейте в виду, что эта игра основана на укрытиях. Всячески используйте их, чтобы восстановить здоровье, особенно когда заметите, что вас сильно потрепали. У всего оружия различное время остывания. Из некоторых видов выгоднее стрелять до перегрева, а из других — с недолгим зажатием клавиши стрельбы. И не забудьте, что хэтшоты наносят самое большое повреждение. В мультиплеере ближний бой не так полезен, как кажется. Во-первых, вы открыты для встрела. Во-вторых, такие атаки наносят не очень много повреждений. И помните, когда наступает время отступать, ноги в руки и уезжайте, улетайте как можно более кривыми путями с кучей поворотов. Есть игры, интерес к которым вызывает не оригинальный геймплей или сверхтехнологичная графика, а сам объект виртуализации. Ярким примером такого читерства разработчиков можно считать аркадный автосимулятор Superstar V8 Racing. За создание игры ответственна уже хорошо знакомая любителям гоночных игр итальянская студия Milestone. Да-да, это та самая, которая каждый год выдает по два мотоциклетных симулятора из серии Superbike или MotoGP, меняя цифру после названия и добавляя пару новых бантиков в игровое меню. Впрочем, один достойный проект в портфолио разработчиков все же имеется. Это вышедшая три года назад гоночная аркада Evolution GT, заслужившая признание публики и внедрившая в жанр элементы прокачки не только машины, но и самого гонщика. Ностальгируя по тем славным денькам, разработчики Сапенинского полуострова решили снова взяться за четырехколесную технику и выпустили в начале лета игру Superstar V8 Racing. В основу этой аркады легла гоночная серия кузовных автомобилей Superstar Series, созданная в 2003 году в Италии. Так что вживую наблюдать за чемпионатом разработчики могли буквально из окна. Правила серии следующие. К участию в заездах допускаются четырехдверные седаны с двигателями V8 объемом от 3 до 7 литров. Гоночный уикенд состоит из двух 30-минутных тренировочных сессий, одной 30-минутной квалификации и гонки продолжительностью 25 минут плюс один круг. Что касается игры, то нам предлагают прокатиться на машины в таких производителей, как Ауди, БМВ, Ягуар, Мерседес, Крайслер и Кадиллак. Имеется мультиплеер, рассчитанный на одновременное участие в гонке до 12 игроков. Системные требования к игре следующие. Двуядерный процессор, гигабайт оперативной и 256 мегабайт видеопамяти. На жестком диске Superstar V8 Racing займет полтора гигабайта. Структура геймплея Superstar V8 Racing стандартна для жанра. Есть быстрый заезд, гоночный уикенд и чемпионат. Кроме этого, имеются специальные задания, наградой за выполнение которых станет апгрейд гаража. Уровень реализма вы можете настраивать сами. Причем регулировок достаточно много, но проще выбрать уже имеющийся режим – аркада или симулятор. Если с первым все понятно, то второй вызовет у опытного гонщика массу вопросов. Тормозят машины здесь так, будто сзади раскрывается парашют. Но компьютерные оппоненты об этом, к счастью, не знают. Так что обгонять их можно сразу по несколько штук за поворот. Что касается повреждений, то они здесь практически отсутствуют, и разбить дорогой седан вам не позволят. Тройка за геймплей. Внешний вид, кстати, так же, как и игровой процесс, живо напоминает Evolution GT образца 2006 года. Современным требованиям соответствуют разве что модели машин. Кстати, из MotoGP сюда перебралась возможность во всех деталях рассмотреть авто прямо во время гонки. Вид из кабины отсутствует, зато имеется интересный режим повтора заезда. Компьютер сам отбирает наиболее значимые моменты гонки и показывает вам что-то вроде краткого видеообзора. Но, несмотря на это, выше тройки внешний Superstar V8 Racing оценить никак нельзя. Звучит игра брутально и незатейливо. Да, собственно, сейчас сами все услышите. Тройка за звук. Superstar V8 Racing – единственный симулятор гоночной серии Superstars. Но с точки зрения игростроения проект полностью вторичный. Три балла получают сегодня аркадные гонки Superstars V8 Racing. Я же говорил, что ничего хорошего из этого не выйдет. Стандартные покатушки с закосом под реализм и с лицензией от молодой итальянской гоночной серии. Пожалуй, она единственное, что вызывает у игроков интерес. Иначе я просто не понимаю, откуда у нас столько писем с вопросами по этой игре. Вопрос. Я стараюсь изо всех сил, но даже в режиме аркады не могу приехать первым. Может, хитрость есть какая-то? Отвечаем. Хитрость, конечно, есть, хотя это скорее не досмотр разработчиков. За срезанием поворотов по газону здесь назначается и пятисекундная пенальти. В это время вы не можете использовать педаль газа. Но на трассе Монса в связке Белородча можно срезать угол пограйвиной ловушки. При этом скорость можно практически не сбрасывать. Пенальти, как видите, за такой трюк не назначают, а отыграть несколько позиций можно легко. Вопрос. Совсем запутался в настройках машины. Помогите с коробкой передач для BMW. Как ее правильно отрегулировать? Отвечаем. Настройка коробки начинается с первой и последней передачи. Первую, особенно для заднеприводной машины, нужно отрегулировать таким образом, чтобы при выходе из поворота задние колеса не проворачивались, но при этом сохранялась хорошая динамика разгона. Попробуйте увеличить прижимную силу заднего антикрыла. При настройке последней передачи нужно учитывать то, что она ограничит вашу максимальную скорость. Так что для каждой трассы советуем настраивать передаточные отношения отдельно. На сегодня, думаю, хватит. Меня зовут профессор Пуданс. Это был Фак. Кстати, на вап-сайте канала Муз-ТВ появился мой личный блог. Заходите и задавайте вопросы. Будем общаться. vap.musdfistv.ru Я всегда в твоем мобильном. И присылайте мне свои вопросы на адрес faq.musdfistv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин